всем привет меня зовут лиза добро пожаловать на мой канал здесь про творчество вдохновение и самовыражение сегодня хочу поделиться своей историей своим опытом возможно он кому-то поможет я надеюсь сегодня 17 марта ровно год назад я сделала лазерную коррекцию зрения и могу сказать что это остается моим самым лучшим решением жизни не считая брекетов но там решение было не моё но тоже одно из лучших возможно вы собираетесь через подобное проходить или только задумываетесь об этом и я надеюсь вам мой опыт поможет настроиться морально и разобраться в этой теме начну из детства в года два-три мне поставили диагноз астигматизм и выписали очки я в них ходила какое-то время зрение вроде бы улучшилось и к тому моменту как я пошла в начальную школу я их сняла через несколько лет мне вновь выписали очки и общей сложности таких а-ля примерок так скажем было три и уже в классе шестом седьмом я вновь надела очки и сняла их только год назад у меня была довольно ощутимая разница между глазами правый глаз всегда видел хуже чем левый и даже какое-то время я носила одну линзу с диоптриями в очках автора линза была обычным стеклом я сейчас понимаю что в какой-то момент сама испортила зрение так как мне поставили диагноз близорукий астигматизм то есть дальше своего носа у меня все расплывалось и я видела плохо если вам о чем-то это говорит то по таблице сивцева это привычная всем нам таблица для проверки остроты зрения я с трудом видела третью строчку это наверное потому что запомнила ее соответственно мне выписали очки для далее но в какой-то момент я перестала снимать очки вообще и носила их постоянно то есть чтобы видите дальние предметы что-то вблизи когда писала читала у меня даже был забавный случай очки настолько приросли к моей голове что я их и не замечала легла спать и почувствовала что что-то не так только тогда когда перевернулась навык и очки уперлись в мою голову без очков я чувствовала себя уязвимой до университета я не рассматривала линзы в качестве альтернативного варианта потому что я до ужаса боялась тыка себе что-то в глаза но потом в моей жизни наступила эра конкурсов красоты и тут хотелось не хотелось но пришлось приноровиться к линзам естественно эти моменты когда я не могла выйти без очков из дома особенно когда училась на права без них я бы вообще наверное ничего бы не увидела в лобовое стекло когда я забывала снять линзы на ночь все эти моменты мешали качество моей жизни особенно моменты когда вы просто хотите насладиться природой погодой от потина на очках мешает вам вообще что-либо увидеть и тогда я поняла что уже невыносимо так жить и стала рассматривать вариант лазерной коррекции зрения к тому же моя бабушка сделала такую операцию что тоже подогревала мое желание пойти и сделать ее прежде чем решиться на подобный шаг я пришла ряд обследований к тому моменту я уже практически не носила очки ходила только в линзах но для обследования мне пришлось вновь надеть очки на две недели это было обязательным условием для проведения обследований после я была на консультации у врача который проводит такие операции он мне объяснил что да как будет происходить как это все повлияет на дальнейшую мою жизнь также он сказал что эта операция не навсегда исправит мое зрение очки все равно и мне придется носить но уже в лет пятьдесят шестьдесят но знаете между тем чтобы по сути ходить в очках всю жизнь и не ходить лет тридцать-сорок знаете тут выбор очевиден еще меня очень волновал такой момент если я сделаю коррекцию как это в дальнейшем будет влиять на процесс родов является ли коррекция противопоказанием к естественным родам можно ли будет сделать кесарево на что мне ответили что все окей можно и естественные роды на что я разочарована ответила понятно потому что сама рожать я не хочу и вообще вся эта тема меня знатно напрягает но мы здесь собрались не для этого у меня если честно было впечатление что кто угодно может сделать лазерную коррекцию что всем это подходит но я была удивлена когда моя подруга сказала что ей такую операцию делать нельзя в силу разных особенностей но вдаваться подробностей я не буду после обследования и консультации я взяла небольшую паузу чтобы взвесить все за и против я такой человек мне просто нужно отмерить сто пятьсот раз а потом я уже приму окончательное решение и вот наступил день x на момент обследования я носила линзы на левом глазу у меня было минус 0 75 на правом минус 225 вот такая разница у меня была в зрении операцию я делала в архангельске стоила 36 тысяч рублей определенный день в больнице проводят несколько операций подряд сама операция занимает минут десять после всей подготовки переодевания в стерильную одежду я ждала своего времени довольно долго ждала кстати в общей сложности нас было наверное человек 12-15 тогда я была спокойна но когда я подошла уже к операционной сердцебиение участилась но я думаю что это был психологический момент и с детством в года три у меня была пневмония и меня положили в больницу причем в ней не было свободных мест и меня поселили к палату к 15-летним парням причем они нормально ко мне относились но девочки из соседней палаты над нами все время стебались закрывали нас в палате я уже не говорю о том что они нас обзывали и так далее помню болючу колы в общем время не самое приятное и видимо все эти воспоминания дали о себе знать в тот момент вернемся к операции мне попросили лечь залили что-то в глаза видимо это была анестезия надели расширитель для век потому что моргать было нельзя но это логично и сказали смотреть на зеленый огонек в аппарате передо мной я боялась отвести взгляд или заплакать есть такая у меня особенность я прямо таки заставляла себя смотреть перед собой потому что ты вроде и не против смотреть но когда тебе говорят об этом тоже не совсем этого и хочешь мозг как будто играет с тобой и такой а давай на долю секунды отведем взгляд посмотрим что будет и все в таком роде вот такой вот парадокс руки должны были быть вдоль туловища но я настолько переживала что мне надо было что-то сжимать я сжимала свой живот благо есть что сжимать но миссисра сидевшая рядом взяла мою руку за что я ей безмерно благодарна естественно я ничего не чувствовала в носу лишь стоял запах мяса и гари но вот это странное ощущение что прямо перед вашими глазами расплываются какие-то капли возможно это было что-то другое потом в какой-то момент вы вообще перестаете видеть но продолжать смотреть вперед зеленую точку надо как будто я играю от первого лица в киберпанк странное ощущение что вроде операцию делают мне а я как будто со стороны за всем этим наблюдаю какой-то момент мною владел страх нет мне было не больно просто вся эта атмосфера темная палата несколько врачей да и что уж фильм пункт назначения добавил свою негативную нотку к этому хотя в этой операционной все окна были закрыты зашиты не как фильме где были панорамные окна в общем я очень сильно начала сжимать руку медсестре очень сильно вся операция прошла мимолетно и первым делом когда я встала сказала медсестре извините что сжимала так сильно руку переволновалась она такая да ничего я понимаю после операции ваши глаза становятся сверхчувствительные поэтому я сразу надела солнцезащитные очки помню сижу в коридоре жду доктора чтобы он посмотрел все ли хорошо после операции и передо мной висит огромный баннер с информацией я надеюсь вы представляете в каждой больнице есть такие баннеры и вот я сижу и не вижу ничего я такая блин что дело операцию что не делала а потом через минут десять опять возвращаю свой взгляд на этот баннер и уже все вижу даже самые мелкие буквы то есть после операции зрение постепенно приходит в норму нельзя было краситься недели две может точно не помню но для меня это не было проблемой потому что я и спокойно без макияжа выхожу из дома мне выписали капли чтобы быстрее все заживало капли чтобы не было сухости в глазах которыми я пользовалась полгода перед операции я спросила когда я смогу водить машину потому что для меня это крайне важно я с 14 лет мечтала водить и наверное уже не смогу без этого жить на что мне врач сказал да хоть сразу после операции но я думаю что он слишком преувеличил максимум на что я была способна это сесть на пассажирское сидение и чтобы меня поскорее довезли до моей кроватки вас может сложиться впечатление что я рассказываю эту историю в негативном ключе но это не так это не супер серьезные вещи через которые может пройти человек есть ситуации и пострашнее но это важный шаг который в миллион раз улучшил качество моей жизни это того стоило чтобы наконец-таки почувствовать себя полноценно это бесценное чувство как бы банально не звучало но здоровье всегда должно быть в приоритете ведь от него напрямую зависит ваш комфорт я никого не призываю делать подобное прежде чем пойти на такие шаги нужно проконсультироваться со специалистами подходит ли вам такое я лишь поделилась своей историей но в любом случае если вы например носите очки или линзы и вы понимаете что вам некомфортно то я думаю что стоит пойти на консультацию и чтобы вам объяснили что то как будет пройти обследование потому что это на 1000 процентов стоит того спасибо что были со мной не забудьте подписаться поставить лайк на это видео увидимся в следующих видеороликах пока пока